Это плавнистые попугайчики, они очень кусаются. Здравствуйте, друзья, это Анапа. Сегодня у нас 22 октября 2022 года. И, как вы видите, Андрей, он вернулся. Тот пятачок, который он бросил в море, оказался таким действенным. И он вернулся буквально моментально. Ну, пойдем. В Анапе осень, желтеют листья, но в целом такая вот летняя обстановка, все хорошо. Мы идем фикс прайс, Андрею нужны пассатижи и, возможно, стельки. Мы идем сейчас по улице Горького к фикс прайсу. На встречу нам идет дворник, который со всеми здоровается. Такой очень уважительный человек. Он сейчас вот с тобой тоже поздоровается. Да, да, да. Здравствуйте. Значит, хороший день. Да. Он всегда здоровается, он верующий. А я вот с кошкой поздороваюсь. Это тоже надо. Да. По одному из гороскопов я кот. В Анапе замучайся с котами здороваться. Их тут на каждом шагу. У нас там диковатые. Одной дают. Но они против мыши. А потом расскажу, что мне. Толя, я говорю, да тебе блок надо везти. Да мне некогда. Я ему телефон подарил, тот старый. Он все время не встает пользоваться. Забыл. Мне некогда. Вообще времени не хватает. Там дрова надо рубить. А он даже сегодня работает. А дрова где вы брали? Дрова он купил еще летом. Ну, сучковатые такие. Подешевле. Ему еще хотят тогда. Нет. Поможешь по огороду, я говорю, тебе еще дров подкину. Вот фикс прайс. Да. И вот фикс прайс. Мы сюда и идем. Андрей покупает кофе и чай. Выбирает, вернее. Вообще вот купили здесь стельки, футляр для инструментов. В общем, Андрей прибарахляет. Обрастает имуществом. Когда долго не бываешь в городе, обращаешь на всякие мелочи. Вот скоро юка. Юка зацветет, набирает вот такие она соцветия. А Андрей вот сейчас здесь по ходу заламинировал свой пропуск. Так что... Хорошая, кстати, ксерокопия. Вот они здесь от трех рублей делают и фотографируют. Да. Вот иногда так смотришь. Вот такие домишки, да. Там посуда на окне стоит. Тут кто-то машину прямо помыл у себя. Зелень. Мы в магазине электротовара. Андрей купил фонарик на лоб. А еще тут очень интересный такой за 38 с половиной тысяч электровелосипед. Просто замечательный. С дисковыми колесами. С педалями, с цепью. Очень... И даже можно ребенка садить. Ну вот. Вот так. Мастер машинной мойки, а? Да. Это ты будешь все использовать в ремонте, да? Да, да. А ты делай так, чтобы тебе тогда наряд выписывали на ремонт, Андрей. Ну... Не, это не в ремонте. Это в очистке машины, в крайнем случае, если она не пробивает. Я не в ремонте. Я подтягивать буду просто. Понимаешь? Машина, она разбалкивает. Ну все, заходим в Магнит, покупаем картошечки, лучок. Ну и все, для что нам нужно для обеда двум... двум пиратам. Да, я уже не просто пират, я еще и мастер пират. Только что мы вышли из магазина Магнит. Идем сейчас в квартиру. Нашу резервную. И там мы с Андреем посидим. Опасной командный бунт. ЗКП. ЗКП, как КПП. У нас был такой хлоп КПП. А это ЗКП. Сначала хотели мы на море ехать. Ну, заниматься шашлыками, это все как-то... И времени много. И времени много уходит. И я думаю, может быть в другой раз. Еще будут, Андрей, теплые времена. Да. Да. Толика надо выводить. Да, 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 да. Все равно сейчас на море не покупаются. Да. Нет, почему? Можно, Андрей? Можно. Ты че, сейчас такая погода, сейчас... Толик бы, да... Нет, ну-ка, конечно, если полотенце там, растереться, потом принять внутрь. Ну, Толика нету. Толик бы точно купался. Ну, я бы... А Толик не захотел с тобой поехать поработать? У него сейчас работал, но он вроде бы неплохо получает. А потом у него хозяйство. Кот-мур и ежики. Ха-ха-ха-ха. Не знаю. Угу. Он назвал его муркой, а это казался кот-мур, котенок. И стал муркой. Муром. Я говорю, а, муреныш, но... Мур-котик. Мы его так называем. Что-то выбросить хотели. А, потом выбросить. Ну, вот мы и пришли. Да. Это знаменитый дом, который я когда приехал в Анапу и там переночевал. Да. И ты не один раз здесь переночевал. Не один раз. Ну, первый раз мне было это вообще шоу. Яблок нету, все яблоки собрали. Шоу вообще. Так, вот мы и дома. Сейчас надо здесь холодильник собрать, потому что после отъезда последних гостей тут еще, ну, как бы все не доведено до конца. Сейчас все быстро это надо сбросать на место и заняться приготовлением обеда. Какой-то центр и санаторий в Анапе. Это вот на рынке в Анапе купил. Видишь? Угу. Кто-то производит. Ну, давай, Андрей. Давай. А там уже скворчит мясо. Ну, а мы выпьем для аппетита. Для аппетита. Для помнятия. Так, боялся. Ну, давай, Андрей, под горячее. О! Ну-ка, ну-ка. Кольцо. Долой. Мы все религии уважаем, поэтому мы ко всем. Ну, да, вот Андрей отделяет кольцо. Это в Забайкалье мы жили, и местные жители, буряты, они вот всегда удаляли вот это кольцо. Ну, а Андрей вот тоже перенял эту традицию. Кольцо все власти удаляет. Да. А первачок мы взяли, у меня двоюродный брат здесь гостил, и он пил только первачок. Вот. Ну, не первачок, он так, первак, по-моему, называется, когда большая. Да. Вот. Первак, первак. Я из Новосибирска пил первак. Это, кстати, домашний. Она разница есть. Она, видишь, мутноватая немножко, да. Ну, и что, домашний. Ну, типа как, типа как... Хороший перегон. Под самогонку. Да, да. Ну, давай, Андрей, тост. Ну, тост. Странно, ничего. И вообще, долой, вот это все. Довой, как кто-либо сказал. А, да, 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 да. Попойником долой. Со стола. Со стола. Да, да. И есть такой... Обычий. А что еще? Тост. Да. Что-то я не смотрю. Да, ничего. Ну, давай, Андрей. Что-то из Амара Хаяма, но я последний только его строк и помню. Вставай и пей. Ну, там, садись и бить. Вставай и пей. Все речи мудрецов. Пустынный прах. И ветер отзывновения. За здоровье, да. Давай, наверное, до дна и закусим нормально. Давай нормально закусим. Выпили и закусили. Как дед Двенкин говорил. Двенкин сложно, я его понимаю. Я приехал, что я золотом в Забайкале не мыл, а? Или где-то в Якутии. Вот взял и приехал. Вот брат туда посиделся, я приехал. Все, замолчало. Я и все время сигаретки пью. Брат, это я. Андрей нас называет братьями. Названный брат, да. И мама так называлась. Но названный брат, да. Это даже лучше, чем двоюродный бывает. Не все родственники, они все родственники. Я Андрею говорю, как вот хорошо в этой квартире вообще сама атмосфера. Такой, не знаю, вот какой-то уюта. Какой-то, вот мне нравится вот это вот. Да, 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 да. Вот белье сохнет. Тут вот по ту и виноград пополз. Я хочу, кстати, вот эту вот лозу, слезть вот сюда на крышу и завести к нам, чтобы она как бы... Кем-то старый одесский дворик напоминает. Да, уютно, людей лишних здесь не ходит. Там была калитка проходная, ее закрыли. Сейчас двор у нас практически вообще закрыт. Вот для чужих людей, прохожих. Только свои, только свои. Даже я, человек, который вообще с соседями, как я в стихах писал, не знаком. Даже я знаю здесь многих людей, с которыми я с удовольствием знаком, разговариваю, здороваюсь. Вот. Здесь все, видите, зелено. И никакой стройки не предвидится, потому что здесь у нас детский сад, там школа. То есть вот такой вот обзор, он будет еще долго-долго времени. Деревья вот эти вот тогда обстригли, обрезали. Они были такими столбами. Сейчас вот они, пожалуйста, зеленеют красивые деревья. Вот в 12 я пропустил сеанс с столиком поговорить. У него деревянный телефон. У вас, как у космонавтов, сеанс связи. Да, сеанс. Ну, бывает сеанс, но я немножко пропустил я сегодня выходной. Ой, пойдем, Андрей, а то стынет у нас горячее. Сейчас еще выпьем. Ну, я такой же, этот самый коврик с их прайса. Но мне не нравились, я такое подолгу ставил в Новосибирске. А не закрывай, Андрей. А что у тебя это горит? Ничего? А я потом выпечу. Это микроволновка, я сейчас в холодильник включал. Холодильник включил и, представляете, положил туда в морозилку молоко, и оно замерзло. Сейчас его растаивают. Хороший холодильник. Холодильник хороший, да. И сделан он в России, Саратов. Да, Саратов. Это будет уже не новое магнитоконство. Мы пристелем, конечно, будет новое, но... Что, сьем он-то как одессит? Слушай, старый. Интересно, я сейчас глаза открываю, думаю, я что, у нас что-то обстановка другая. Ты присунулся, да? Думаю, оттуда. Ну, это, слава богу. Да спи, спи, Андрей, спи. Телевизор не мешает? Не, 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 не. Если что, я вон втыкаюсь себе наушу. Мне потом автомат вы долго носили, наушники, а я их втыкаюсь, даже если это и не слушаю. Хорошо. Они у меня проводные. А вот вы тут-то надо же беспроводные, если... Не промокаем мы этот футляр у воды. Ага. Да там и беспроводные. У меня, как-то, не пеня. А я ее заткнул, и думаю, пойду, попробую. Она мне вспомнит. Я вас не слышу. Ну, правильно, это же закрыто. Самое интересное. У меня плохо слышит. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...